Держателю банковской карты приходит смс-сообщение. Ваша карта заблокирована. Позвоните по указанному номеру. Выполнив данную просьбу, вы рискуете стать жертвами мошенников. Необходимо знать, что банки подобных сообщений не рассылают. По всем вопросам обслуживания карты и банковского счета можно узнать по номеру, указанному на вашей карте. Причем номера, начинающиеся на 8 800, бесплатны для звонящего. Также стал распространенным способ хищения денежных средств с использованием объявлений о продаже. Вы размещаете объявление. Вам звонят и предлагают перечислить денежные средства на вашу банковскую карту в качестве предоплаты. Для этого вас просят сообщить номер карты. После этого мошенники могут получить доступ к вашему банковскому счету. В данном случае самый надежный способ оплаты за вашу вещь – наличные средства. В третьем случае наши граждане могут помочь друг другу. Поясню. Жители какого-либо населенного пункта очень часто знакомы друг с другом. Но иногда появляются незнакомые люди, как правило, цыганской национальности. Они обманом, под видом сотрудников газовой медицинской службы предлагают товар или услугу. После того, как гражданин достает денежные средства для оплаты, один мошенник отвлекает хозяев, второй похищает денежные средства из того места, которое указал сам же хозяин. Жертвами, как правило, становятся пожилые люди. Мошенники могут представиться какой-либо другой службой, в том числе социальной, почтовой. В этом случае они предлагают обменять денежные купюры хозяев на так называемые хорошие. Взамен они возвращают фальшивые деньги. Подобный случай недавно произошел и у нас. Под видом обмена денег было похищено около 30 тысяч рублей. И только благодаря в деятельности соседей, которые записали марку и номер автомобиля, на котором передвигались мошенники, преступники были задержаны в городе Рассказово. Сотрудники полиции советуют, увидев на улице вашего населенного пункта подозрительных лиц, постарайтесь записать марку и номер автомобиля, на котором они передвигаются, и сообщите об этом участковому, уполномоченному или в отдел полиции. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова для рубрики «В рамках закона».